Видновская команда «Металлург», участвуя в чемпионате России 2015 года, пока ни разу не проиграла. А вот противник видновчан, с которым им предстоит встретиться в грядущее воскресенье, команда «Колос» из Ставропольского края, один из матчей сыграла в ничью. В случае победы 19 июля «Металлург» станет недосягаем. Но расслабляться нельзя. Последние три года «Колос» дышит в спину «Металлургу», занимая вторые места на чемпионате. Ребята показывают хорошую игру. Не зря двое ставропольцев входят в состав сборной России по мотоболу. Дорогие зрители, приходите, не пожалеете. Во-первых, ребятам приятнее будет играть, когда за них болеет и болеет активно. Но, во-вторых, должна быть интересная игра. Прошедшая тренировка команды «Металлург» была последней перед решающим матчем. По словам тренера, видновчане настроены только на победу. Тренируются активно, бодры духом и находятся в хорошей физической форме. Геннадий Митц в «Металлурге» играет уже 20 лет. Многие его спрашивают, откуда он черпает вдохновение сражаться за победу как первый раз. Ответ очевиден. Каждый год, как заново, с нового листа. И то, что он там 20-й, вообще ни о чем не говорит каждый раз. Поезжаешь заново и борешься за этот титул. Потому что, конечно, всегда, когда гости приходят и друзья, и не у всех есть такие коллекции медалей. Юношеская мотобольная команда «Металлург» тоже готовится к серии игр. 20 июля они вместе с тренером выезжают в Краснодарский край на чемпионат России среди юношей. Восьми командам в два круга предстоит между собой разыграть кубок победителей. Тренировочный процесс был усилен еще. Два года подряд мы занимаем второе место. Одну очко проиграли. В этом году будем стараться выиграть первое место. Обещать не будем, но когда пообещаем, получается второе. Мы верим в видновчан. Желаем им победы. И от имени команды «Металлург» приглашаем всех поболеть за наших ребят в воскресенье. Юлия Погасян, Алексей Иванов, Анастасия Нурхонова. Видны.